Наконец наступил день, которого я давно уже с нетерпением ждал. День 7 ноября, праздник Великой Октябрьской революции. Я проснулся рано-рано и сразу побежал к окошку, чтобы взглянуть на улицу. Солнышко ещё не взошло, но уже было совсем светло. Небо было чистое, голубое. На всех домах развивались красные флаги. На душе у меня стало радостно, будто снова наступила весна. Почему-то так светло, так замечательно на душе в этот праздник. Почему-то вспоминается всё самое хорошее и приятное. Мечтаешь о чём-то чудесном, и хочется поскорей вырасти, стать сильным и смелым, совершать разные подвиги и геройства, пробираться сквозь глухую тайгу, карабкаться по неприступным скалам, мчаться на самолёте по голубым небесам, опускаться под землю, добывать железо и уголь, строить каналы и орошать пустыни, сажать леса или работать на заводе и делать какие-нибудь новые замечательные машины. Вот какие мечты у меня. И ничего в этом удивительного нету, я думаю. Папа говорит, что в нашей стране каждый человек всего добьётся, если только захочет и станет как следует учиться, потому что уже много лет назад, как раз в этот день, 7 ноября, мы прогнали капиталистов, которые угнетали народ, и теперь у нас всё принадлежит народу. Значит, мне тоже принадлежит всё, потому что я тоже народ. В этот день папа подарил мне волшебный фонарь с картинками, а мама подарила мне коньки, а Лика подарила мне компас, а я подарил Лике разноцветные краски для рисования. А потом мы с папой и Ликой пошли на завод, где папа работает, а оттуда пошли на демонстрацию вместе со всеми рабочими с папиного завода. Вокруг гремела музыка, и все пели песни, и мы с Ликой пели, и нам было очень весело, и папа купил нам воздушные шарики, мне красный, а Лике зелёный. А когда мы подошли к самой большой площади нашего города, папа купил нам два красных флажка, и мы с этими флажками прошли мимо трибуны через всю площадь. Потом мы вернулись домой, и скоро к нам стали собираться гости. Первым пришёл дядя Шура. В руках у него было два свёртка, и мы сразу догадались, что это он принёс нам подарки. Но дядя Шура сначала спросил, хорошо ли мы ведём себя. Мы сказали, что хорошо. «Маму, слушаетесь?» «Слушаемся», — говорим. «А учитесь как?» «Хорошо», — сказал Лика, и я тоже сказал хорошо. Тогда он подарил мне металлический конструктор, а Лике — строительные кубики. Потом пришли тётя Лида и дядя Серёжа, потом тётя Надя и дядя Юра, и ещё тётя Нина. Все спрашивали меня, как я учусь. Я всё говорил хорошо, и все дарили мне подарки. Так что под конец у меня собралась целая куча подарков. У Лики тоже была целая куча подарков. И вот я сидел, смотрел на свои подарки, и постепенно у меня на душе сделалось грустно. Меня начала мучить совесть, потому что у меня по арифметике была двойка, а я всем говорил, что учусь хорошо. Я долго думал над этим, и в конце концов дал сам себе обещание, что теперь возьмусь учиться как следует, и тогда такие случаи уже никогда в жизни больше не будут повторяться. После того, как я это решил, грусть моя стала понемногу проходить, и я постепенно развеселился. Восьмого ноября тоже был праздник. Я побывал в гостях у многих ребят из нашего класса, и многие ребята побывали у нас. Мы только и делали, что играли в разные игры, а вечером смотрели на стене картины от волшебного фонаря. Когда я ложился спать, то сложил все свои подарки возле своей кровати на стуле. Лика тоже сложила свои подарки на стуле, а под потолком над нами красовались два воздушных шарика, с которыми мы ходили на демонстрацию. Так приятно было смотреть на них. На следующий день, когда я проснулся, то увидел, что воздушные шарики лежат на полу. Они сморщились и стали меньше. Легкий газ из них вышел, и они уже не могли больше взлетать кверху. А когда в этот день я вернулся из школы, то не знал, как сказать маме про двойку. Но мама сама вспомнила про табель и велела показать ей. Я молча вытащил табель из сумки и отдал маме. Мама стала проверять, какие у меня отметки, и, конечно, сразу увидела двойку. — Ну вот, так я и знала, — сказала она, нахмурившись. Все гулял да гулял, а теперь в четверти двойка. И все почему? — Потому что ничего слушать не хочешь. Сколько раз тебе говорилось, чтобы ты вовремя делал уроки, но тебе хоть говори, хоть нет, все как об стенку горох. — Может быть, ты хочешь на второй год остаться? Я сказал, что теперь буду учиться лучше, и что теперь у меня двойки ни за что на свете не будет. Но мама только усмехнулась в ответ. Видно было, что ни чуточки не поверила моим обещаниям. Я просила маму подписать табель, но она сказала, — Нет уж, пусть папа подпишет. Это было хуже всего. Я надеялся, что мама подпишет табель, и тогда можно будет не показывать его папе. А теперь мне предстояло еще выслушивать упреки папы. Настроение у меня стало такое плохое, что не хотелось даже делать уроки. Пускай, думаю, папа уж отругает меня, тогда я буду заниматься. Наконец папа пришел с работы. Я подождал, когда он пообедает, потому что после обеда он всегда бывает добрее, и положил табель на стол так, чтобы папа его увидел. Папа скоро заметил, что на столе возле него лежит табель и стал смотреть отметки. — Ну вот, достукался, — сказал он, увидев двойку. — Неужели тебе перед товарищами не стыдно, а? — Вот-то я один получаю двойки, — ответил я. — У кого же еще есть двойки? — У Шишкина. — Почему же ты берешь пример с Шишкина? Ты бы брал пример с лучших учеников? Или Шишкину у вас такой авторитет? — И совсем не авторитет, — сказал я. — Вот ты и стал бы учиться лучше, да еще и Шишкину помог. Неужели вам обоим нравится быть хуже других? — Мне, говорю, вовсе не нравится. Я уже сам решил начать учиться лучше. — Ты и раньше так говорил. — Нет, раньше я просто говорил, а теперь я решил твердо взяться. — Что ж, посмотрим, какая у тебя твердость. Папа подписал табель и больше ничего не сказал. Мне даже обидно стало, что он так мало укорял меня. Наверное, он решил, что со мной долго разговаривать нечего, раз я всегда только обещаю, а ничего не выполняю. Поэтому я решил на этот раз доказать, что у меня есть твердость, и начать учиться как следует. Жаль только, что в этот день по арифметике ничего не задано, а то бы я, наверное, задачу сам решил. На другой день я спросил Шишкина. — Ну как, досталось тебе от мамы за двойку? — Досталось. И от тети Зины досталось. Уж лучше бы она молчала. У нее только одни слова. Вот я за тебя возьмусь как следует. А как она за меня возьмется? Когда-то она сказала, вот я за тебя возьмусь, буду каждый вечер проверять, как ты сделал уроки. А сама раза два проверила, а потом записалась в драмкружок при клубе автозавода. И как только вечер, ее и нету. — Я тебя, говорит, завтра проверю. И так каждый раз. Завтра да завтра, а потом и совсем ничего. Потом вдруг. — Ну-ка, показывай тетрадки, отвечай, что на завтра задано. А у меня как раз ничего не сделано, потому что я уже отвык, чтобы меня проверяли. Словом, что не вечер, то ее дома нет. Если на занятия драмкружка не надо идти, то в театр пойдет. Ей ведь надо в театр ходить, раз она в театральном училище учится, — сказал я. — Это я понимаю, — говорит Шишкин. Мама тоже на курсах повышения квалификации учится, да еще работает. Но она же не говорит, я за тебя возьмусь. Мама просто объяснит, что надо учиться. А если и накричит на меня, то я не обижаюсь. А на тетю Зину всегда буду обижаться, потому что если берешься, то берись, а если не берешься, то не берись. Я, может быть, жду, когда тетя Зина за меня возьмется и сам ничего не делаю. Такой у меня характер. — Это ты просто вину с себя на другого перекладываешь, — сказал я. — Переменил бы характер. — Вот ты бы и переменил, будто бы лучше моего учишься. — Я буду лучше учиться, — говорю я. — Ну и я буду лучше, — ответил Шишкин. Через несколько дней наш преподаватель физкультуры Григорий Иванович сказал, что спортивный зал у нас уже оборудован для игры в баскетбол, и кто желает, может записаться в баскетбольную команду. Ребята обрадовались и стали записываться. Мы с Шишкиным тоже, конечно, хотели записаться, но Григорий Иванович не записал нас. — В баскетбольной команде может играть только тот, кто хорошо учится, — сказал он нам. Шишкин очень расстроился. Он давно уже ждал, когда можно будет играть в баскетбол, и вот теперь, когда другие ребята будут играть, нам, как говорится, приходилось остаться за бортом. Я лично не очень огорчился, потому что решил начать учиться лучше и во что бы то ни стало добиться, чтобы меня приняли в баскетбольную команду. В этот же день Ольга Николаевна сказала, что многие наши ребята уже подтянулись и стали учиться успешнее. Лучше всего дело обстояло в первом звене. У них не было ни одной двойки, а троек было всего две. Ольга Николаевна сказала, что когда они исправят эти тройки, то звено выполнит свое обещание учиться только на пятерки и четверки. Хуже всего дело обстояло в нашем звене, так как у нас были две двойки, моя и Шишкинская. Юра сказал, вот, мы с вами в хвосте оказались. Надо что-нибудь придумать, как из этого положения выпутаться. Это все они, вот эти двое, сказал Леня Остафьев и показал на нас Шишкиным. Что же это вы, а? Все звено позорите. Все ребята стараются, а им хоть кол на голове тиши, ничего не помогает. Ты, Малеев, почему плохо учишься? Тут все на меня набросились. Ты что, не понимаешь, что надо учиться лучше? Не понимаю, о чем разговор, сказал я. Я уже сам решил учиться лучше, а тут снова на ново разговор происходит. Решил, так надо учиться. А у тебя какие отметки? Спросил Олег Сорокин. Так отметки у меня за прошлое, а решил я только позавчера, говорю я. Эх ты, будто не мог вы раньше решить. Постойте, ребята, не надо ссориться, сказала Ольга Николаевна. Отстающим надо помочь. В вашем звене есть хорошие ученики. Надо выделить кого-нибудь в помощь Косте Шишкину и Вите Малееву. Можно мне помогать Малееву, спросил Ваня Пахомов. А я буду помогать Шишкину, сказал Олег Сорокин. Можно? Конечно, можно, сказала Ольга Николаевна. Это очень хорошо, что вы хотите помочь товарищам. Но Вите и Косте сами должны побольше работать. Ты, Вите, наверное, если не можешь решить задачу, так сейчас же спрашиваешь папу или маму. Нет, говорю я. Я теперь папу никогда не спрашиваю, зачем я буду отрывать его от работы. Я просто иду к товарищу и спрашиваю. Ну, это все равно. Я хочу сказать, что нужно самому добиваться. Если посидишь над задачей как следует, да разберешься сам, то кое-чему научишься. А если каждый раз за тебя задачи будет кто-нибудь другой делать, то сам их решать ты никогда не научишься. Для того и задают задачи, чтобы ученик приучался самостоятельно думать. Хорошо, говорю я. Теперь я буду сам. Вот-вот, постарайся. Только в крайнем случае, если увидишь, что задача тебе не осилить, обращайся за помощью к товарищу или ко мне. Нет, говорю я. Мне кажется, теперь я осилю сам. А уж если никак не осилю, тогда пойду к Ване. Если желание будет, то осилишь, сказала Ольга Николаевна.